Итак, это первая сессия второго дня нашего ретрита по развитию устойчивой доброжелательности к себе. В рамках вчерашней практики, в контексте вчерашних четырех сессий, мы глубоко рассмотрели тему, которую мне обобщенно нравится называть «глубинным отдыхом». Само это понятие имеет совершенно традиционное происхождение, оно имеет тесное отношение к учениям системы великого совершенства, или цзакчен, и в целом к учениям ниндмапинской традиции. И как мы обсуждали, обсудили, пояснили, заметили вчера, в рамках этого ретрита мы в первую очередь будем сосредотачиваться на практиках, относящихся к так называемому подходу раскрытия, к подходу, в рамках которого мы принимаем рабочую гипотезу о том, что в нас уже сокрыт удивительный и прекрасный потенциал, намного превосходящий и ограниченные качества и возможности нашей временной приходящей условной личности. Но для того, чтобы этот потенциал раскрыть, выявить и проявить, для того, чтобы в него погрузиться, для того, чтобы к нему прикоснуться, нам нужно упражняться в практиках, в том числе связанных с глубоким раскрепощением. Нам нужны методы, с помощью которых мы сможем либо приостановить деятельность омрачающих факторов, которые скрывают нашу подлинную природу, либо полностью эти омрачающие факторы устранить. И, собственно, все, чем мы в некотором смысле занимаемся, если мы идем по пути созерцательных практик, относящихся к подходу раскрытия, это как раз либо процесс временной приостановки омрачения, либо процесс их полного устранения. С этой точки зрения, одна из первых задач, которые перед нами стоят, состоит в том, чтобы нащупать глубокий уровень устойчивости, расслабления и ясности. Мы уже обладаем соответствующим видом переживаний, мы уже носим в себе качества расслабления, устойчивости и ясности, но нам нужно в некотором смысле их отыскать. Для того, чтобы отыскать эти качества и все прекрасное, что из них может проявиться, мы в рамках вчерашней практики постарались опереться на наставления трех выдающихся мастеров, все из которых принадлежат к традиции дзакчена или являются держателями учений системы дзакчен, несмотря на то, что их подготовка включала многочисленные практики, традиции системы разных линий. Вчера мы опирались на методы, которые описывались или предлагались нам Тулку Тандупа Мримпача, который, как я вчера пояснил, покинул этот мир только в этом году, но успел за десятилетия своей изумительной деятельности осуществить великое множество потрясающих переводов и поделиться огромным количеством великолепных учений, глубоко основанных на традиции дзакчен и ее видении реальности. Затем мы посмотрели на практику, которую особым образом описывает боннский мастер дзакчена Тензин Вангял Римпача и сопоставили его описание с тем описанием, которое предлагает другой великий мастер традиции дзакчен, известный как Падмасамбхава, сновоположник во многом тибетского буддизма в целом. После этого мы обратились к теме, которую перед нами ставят, в особенности в последних своих двух книгах, но также в своих устных учениях, семинарах, ретритах и так далее. Другой знаменитый мастер традиции дзакчен по имени Цокни Римпача, наш современник, учитель сравнительно молодой, но в то же время уже осуществивший очень большую работу как в педагогическом ключе в плане преподавания этих практик, так и, разумеется, с точки зрения собственной внутренней работы, и в том числе в контексте преподавания тех же самых методов в традиционном ключе, потому что Цокни Римпача пекает крупный монастырь, на самом деле целую систему крупных монастырей в Непале и в Тибете, и в том числе является одним из главных учителей невероятного женского монастыря под названием Гипчак Гомпа. Так что под его руководством постоянно упражняются сотни высоко квалифицированных йогини, живущих на территории Гималайского региона и в том числе в Восточном Тибете. Между тем, мы посмотрели на все эти объяснения, на все эти учения, на все эти практики, не просто с праздным любопытством, а для того, чтобы попытаться их применить. И мы вместе испробовали все методы, которые обсуждали, по два-три раза каждый. Мы повторим еще раз практику, на которой мы вчера остановились, которая связана с понятием сущностной любви, а затем двинемся от нее дальше. Но перед этим выполним базовую или первую практику, с которой начался весь наш ретрит, и с которой мне нравится начинать вообще каждый день, каждого ретрита, который мне выпадает великая честь вести. Это практика, известная как практика четырех вопросов или практика поиска видения. По сути, объединение практики любящей доброты к себе с аналитической медитацией, помогающей нам развить конативную разумность или разумность в сфере желаний. Как многие знают, автором этой формулировки или этого метода, или человеком, который сформулировал этот метод именно в таком ключе, является другой. Еще один закченовский мастер, Лама Аллан Уоллес, учение по великому совершенству, от которого получали, может быть, и многие из присутствующих. Или могут получить, потому что на нашем YouTube-канале, на канале Фонда контемплативных исследований, содержится огромное количество чудесных лекций, учений и ретритов Лама Аллана. Мы обратимся к этому базовому методу, который он преподает как в светском, так и в буддийском контексте. И в свете всего, что мы успели вчера обсудить, в свете всех идей о глубинном раскрепощении, о развитии доброжелательности к себе, об эвдемоническом благополучии, о сущностной любви, в свете всего этого мы попытаемся, может быть, чуть обновить или углубить свое видение потенциально возможного счастья и благополучия. Так что, как обычно, можно прежде всего найти комфортное, устойчивое положение тела, после чего мы начинаем готовиться к медитации как таковой. Начиная практику, мы принимаем комфортное, статичное положение тела и при необходимости корректируем отдельные аспекты своей позы для того, чтобы положение в целом оказалось комфортным и устойчивым. После этого мы направляем внимание на общее поле телесных переживаний, на тактильные ощущения, которые проявляются в нашем теле, в особенности в тех его частях, которые соприкасаются с элементом Земли под нами. Замечая эти ощущения, замечая общее состояние своего тела в текущий момент, мы, применяя элементы практик, с которыми мы познакомились вчера, можем прежде всего заметить в теле общее переживание умиротворенности и спокойствия. мы замечаем это переживание в пространстве головы, в пространстве торса, в руках. Затем в нижней части тела, в ногах, в области стоп и пальцев ног. После чего мы можем заметить качество элемента Земли, который нас поддерживает, и пригласить их в телесное пространство. Можем представить и почувствовать, что качество устойчивости, надежности, непоколебимости вливаются в наше тело, распространяясь вначале по области ног, затем заполняя пространство торса, плечи, руки. И, в конце концов, нашу голову. На основе этого переживания, на основе того, что мы чувствуем, мы можем заметить, распознать, прочувствовать качество неподвижности. Неподвижности, которая лежит в основе всех движений тела. Эта неподвижность сопровождается естественным раскрепощенным безмолвием речи и просторностью ума. И в этой открытой и ясной просторности мы начинаем процесс поиска, сопровождаемый процессом порождения любящей доброты по отношению к нам самим. Мы ставим перед своим умом четыре вопроса, позволяем ему ответить на них неким обобщенным видением, пониманием или чувством. А затем отвечаем на это видение устремлением, пожеланием, любящей доброты. Первый из четырех вопросов — это вопрос о подлинном благополучии в нашем личном восприятии. Как для меня лично выглядит подлинное процветание, подлинное счастье, подлинное благополучие, к которому мне хотелось бы, в конце концов, прийти? Когда в уме всплывает некое, обобщенное видение или понимание, мы откликаемся на него устремлением любящей доброты, то есть желанием. Желаем. Пусть так и будет. Пусть я обрету, пусть я реализую подлинное процветание, подлинное благополучие или счастье. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Позволяя телу дышать естественным образом, без попыток форсировать или задерживать дыхание, мы, тем не менее, можем использовать процесс дыхания в качестве якоря для практики. В частности, с каждым новым выдохом представлять и чувствовать, что мы вдыхаем все больше и больше жизни в то видение, на которое ориентируемся. В то видение счастья и благополучия, которое мы хотим реализовать. Пусть так и будет. Пусть я реализую подлинное благополучие. Пусть так и будет. На несколько мгновений мы можем представить, что уже реализовали это состояние подлинного процветания, подлинного расцвета. Представляем, как оно ощущалось бы изнутри. И затем переходим ко второму вопросу. Какие виды поддержки, какие ресурсы мне необходимо получить от других людей и от мира в целом для того, чтобы реализовать это подлинное благополучие? Когда в уме всплывает некое обобщенное понимание, мы откликаемся на него пожеланиям, устремлениям любящей доброты. То есть желаем. Пусть так и будет. Пусть я обрету все виды поддержки, в которых нуждаюсь. Пусть я обрету все виды помощи, которые мне необходимы, и смогу их принять. Пусть так и будет. Продолжая дышать естественным образом, с каждым вдохом мы можем представлять, что привлекаем к себе все необходимые виды поддержки и действительно их принимаем. После этого мы ставим перед собой третий вопрос. Как для обретения подлинного благополучия мне необходимо измениться внутри? Какие из моих привычек мне необходимо отпустить или устранить? Какие нужно усилить? Какие благотворные качества необходимо развить или раскрыть в большей степени? Когда в ответ на этот вопрос проявляется некое общее понимание, некое видение, мы снова пробуждаем любящую доброту по отношению к себе. Желаем, пусть так и будет. Пусть я смогу произвести необходимые изменения. Продолжая дышать в естественном ритме, с каждым вдохом и выдохом мы можем представлять, что постепенно меняемся. Не в силу неприязни к себе, а в рамках раскрытия нашего подлинного потенциала. Не в силу неприязни к себе, а в рамках раскрытия нашего подлинного потенциала. Не в силу неприязни к себе, а в рамках раскрытия нашего подлинного потенциала. В рамках этого видения подлинного благополучия, подлинного счастья, подлинного процветания выглядел бы дар, которым мы могли бы поделиться с миром в целом и с населяющими этот мир существами. Когда в уме проявляется некое общее понимание, мы снова пробуждаем любящую доброту. То есть желаем. Пусть так и будет. Пусть я действительно смогу принести этот дар всем существам. Поддерживая это устремление, это пожелание, мы также можем представлять, что с каждым выдохом действительно доносим этот свой дар до всех существ. Делимся им благодаря чему опыт существ и взаимозависимость, в которую они вплетены, меняются в лучшую сторону. Так что все существа приближаются к подлинному счастью и к подлинной свободе. Продолжение следует... Наконец, мы отпускаем все образы, все пожелания, все мысли. Покоимся в переживании просторности или естественной открытости. Затем возвращаемся к переживаниям тела. Замечаем пространство тактильных переживаний. Заземляемся в нем, наблюдая за этими переживаниями. Затем привносим в тело элемент движения. Раскачиваем все из стороны в сторону, пробуждаем мышцы рук, мышцы лица. Открываем глаза, если они были закрыты. И постепенно завершаем практику. Спасибо. Спасибо. Спасибо также за то, что вы продолжаете присоединяться к сессиям и вообще участвуете в этом ретрите. Спасибо, конечно, также и тем, кто смотрит ретрит записи в силу работы, разницы в часовых поясах или того, что ретрит, может быть, не знаю, закончился 20 лет назад, а вы все еще его смотрите. Как говорится, спасибо, что пришли. И можно надеяться, это мое робкое пожелание, что мы одновременно решаем две задачи. С одной стороны, мы действительно работаем над доброжелательностью к себе. И если и не разовьем ее за три дня, это, наверное, очень смелая задача, то, по крайней мере, за эти три дня выстроим базовое понимание последовательности практик, которые могут очень помочь нам в решении этого вопроса. Мы не просто выстроим это понимание, у нас останутся записи всех практик, объяснения, посвященные всем практикам. И, конечно, если, как говорится, живы будем, не помрем, если наше драгоценное человеческое рождение в ближайшее время не закончится, у нас будет еще много возможностей собраться вместе для того, чтобы продолжить работу над этими же практиками в совместном формате. Но даже, опять же, если внезапно почему-то это будет не так, у нас останутся эти записи, и мы даже на необитаемом острове, если у нас есть солнечная батарея, сможем их слушать, а когда они станут частью нашего личного арсенала, мы сможем самостоятельно с ними работать. Это одна задача, да? Мы действительно работаем над доброжелательностью к себе, в перспективе, благодаря этому сможем развить и подлинную доброжелательность к другим. Другая задача, которую очень хочется решить именно этим конкретным ретритом, состоит в том, что все практики, с которыми мы здесь соприкасаемся, пришли к нам по подлинной линии передачи. Я не выдумываю эти практики собственной стороны, я не просто стараюсь описывать их предельно точно и с максимальной опорой на первоисточники, но и называю все первоисточники, называю конкретных мастеров, через которые пришли те или иные вариации этих практик, называю конкретные линии и так далее. Почему? Потому что так мы упражняемся в антиколониальном отношении к традиционным созерцательным системам. Вместо того, чтобы присвоить себе какие-то отдельные элементы каких-то традиционных систем, переврать их, исказить, основательно подпортить нашим ограниченным пониманием, и затем начать продавать этот суп как нашу уникальную авторскую методику от Гафона Пупкина, который вот сейчас вас научит медитировать, подключайтесь к марафону желаний на 30 дней. Мы стараемся посмотреть на подлинные источники этих практик. Не для того, чтобы, высунув язык, думать, о, да, о, не знаю, великая загадочная гималайская цивилизация. Не для того, чтобы впасть в какое-то странное, не знаю, идолопоклонническое состояние ума, но для того, чтобы должным образом почтить невероятную силу духа, которую предшествующие мастера этой традиции вложили в сохранение и передачу этих практик. Мы в данном случае работаем в основном с практиками, пришедшими из эндо-тибетской традиции. Хотя дальше мы будем работать с медитациями, которые являются общими для разных линий буддизма, с медитациями, которые также присутствуют в других традициях, особая методология, на которую мы постараемся опереться, все равно будет в основном связана с эндо-тибетской линией. Она существует до сих пор только потому, что за прошедшие тысячу лет, или за прошедшие две тысячи лет, за прошедшие две тысячи пятьсот лет гималайские, а до этого индийские мастера, приложили невероятные усилия для того, чтобы все это передать, сохранить, реализовать, приумножить и так далее. И если мы сразу забываем про все это и думаем, а да кому это все нафиг нужно? Я уже научился медитации осознанности, я уже был на двух випассанах, Сейчас я создам свое собственное уникальное творческое предложение всего за сто рублей. Я всех научу, не знаю, или за сто тысяч рублей, или за миллион рублей, как делают некоторые люди. Я научу вас и вашу компанию свои уникальные методики. В этом есть большая потенциальная опасность, в том числе связанная с тем, что мы играем в испорченный телефон. Вот чтобы испорченного телефона не получилось, хочется надеяться, что в рамках этого ретрита мы все описываем предельно точно. И здесь, как мы видим, даже в свете того, что мы обсуждали вчера, речь не идет о каком-то избыточном консерватизме, о том, что нет какого-то простора для педагогических вариаций, да, для адаптации материала под наши непосредственные нужды. Напротив, как мы видим, подлинно квалифицированные учителя умеют адаптировать материал под разные обстоятельства, под разные запросы, под разные проблемы. Так, чтобы в некоторых случаях решались терапевтические задачи, в некоторых случаях развлекательные, в некоторых случаях философские и так далее. Но есть разница между тем, чтобы производить адаптацию на основе подлинных познаний, и тем, чтобы просто на коленке сидеть и выдумывать. Непонятно что. Между тем, вчера мы как раз посмотрели на некоторые из этих педагогических решений, которые уже принесли пользу большому количеству практикующих. Мы остановились на особом термине, который предлагает в своей работе Цокни Римпаче. В начале этой сессии я его уже упомянул. Этот термин звучит как «сущностная любовь». Сущностная любовь, по сути, описывается как противоположность выраженной любви. Выраженная любовь — это все формы доброжелательности, которые направлены на одно существо, или на группу существ, или на всех существ. Сущностная любовь — это своего рода стволовая клетка, из которой все эти виды доброжелательности произрастают. Сущностная любовь — это своего рода зачаток, или семя. И как раз с этой идеей семени связана в том числе концепция тех самых сущностных капель, с которыми сущностная любовь связана. Но об этом мы побеседовали вчера. В это мы уже не будем погружаться, а сегодня сосредоточимся больше на, опять же, базовом смысле того, что Цокни Римпача описывает как сущностную любовь. Что такое сущностная любовь? Сущностная любовь — это базовое чувство благополучности, которое присутствует у нас, присутствует в нашем опыте, в сфере нашего опыта, независимо от внешних переживаний, от различных внешних обстоятельств, от отсутствия или наличия каких-то внешних факторов. По сути, это один из видов эвдемонии, или внутреннего благополучия. Чем эта конкретная форма эвдемонии отличается от некоторых других? Тем, что, собственно, мы говорим о неком базовом уровне эвдемонии, о тихих искрах радости, или об искрах тихой радости до того, как она разрастется до каких-то невероятных масштабов у тех, кто реализовал наивысшее состояние эвдемонии с помощью последовательной созрцательной практики. Поэтому, как мы вчера обсуждали, Цокни Римпачей иногда шутит, а иногда, может быть, замечает всерьез, что мы можем увидеть эту тихую радость у людей, которые, с одной стороны, приобрели большой жизненный опыт, и благодаря этому научились ценить жизнь, а, с другой стороны, может быть, живут в культурных и эмоциональных или энергетических пространствах, где присутствует мало факторов, которые помешали бы этой тихой радости. Поэтому он приводит, Цокни Римпачей шутит, что мы могли бы научиться сущностной любви, если бы наблюдали за тем, как себя ведут пожилые женщины гималайского региона. Когда они обходят ступу в качестве своих физических упражнений, когда они перебирают четки, когда они общаются с подругами, совершают простирания, готовят пищу и так далее. Во всем этом присутствует этот оттенок тихой, спокойной радости, которая сохраняется в них, несмотря на все сложности, через которые им приходится пройти. Собственно, я по своему опыту могу об этом говорить на основе своих старшего возраста друзей из числа тибетского сообщества, из числа представителей тибетской общины. Среди инструкторов, с которыми мне довелось работать, когда я жил в Непале, были, собственно, пожилые тибетцы и пожилые тибетки, которые пережили невероятные ужасы геноцида, который случился и продолжает происходить с тибетским народом. Личные семейные трагедии, с которыми этим людям довелось столкнуться, в полной мере соответствуют самым ужасным вещам, которые, конечно, до сих пор продолжают происходить на нашей планете. Это ужасы, преследования войны, геноцида, культурного истребления, физического истребления и всех прочих вещей, которые случаются там, где человеческая жадность завладевает умами людей, у которых есть какая-то власть. В сочетании с неведением, в сочетании с ненавистью и всеми остальными вещами. Несмотря на все эти ужасающие трагедии, которые им довелось пережить, это люди полной радости, умеющие наслаждаться и солнечным днем, и игрой с котятами, и чашкой тибетского чая, и разговором с другими людьми, и своей духовной практикой. В том числе, конечно, потому что это духовная практика, один из важнейших факторов, который помогает, например, тибетцам сохранять, ну и другим жителям гималайского региона, сохранять, собственно, контакт с этой сущностной любовью. Есть и другие факторы, в том числе, связанные с культурой и потреблением культурных продуктов. Песни и танцы, в том числе народные песни и танцы, помогают сохранять контакт с сущностной любовью. Общинный образ жизни, умение радоваться во времяпрепровождению с родственниками, друзьями, единомышленниками, представителями нашей собственной культуры или другой культуры. Все это тоже помогает сохранять контакт с сущностной любовью. Но в некоторой степени, даже при отсутствии ряда этих внешних факторов или всех этих внешних факторов, сущностная любовь все равно может сохраняться. А иногда можно собрать все эти факторы, а сущностной любви все равно не будет, потому что внешние факторы ее не создают. Они могут выступать только в качестве сопутствующих элементов для присутствия или отсутствия этого переживания. Поэтому в некотором смысле это один из аспектов эвдемонического благополучия, с которым мы учимся соприкасаться с помощью в том числе тех практик, которыми мы занимались. Все практики, связанные с раскрепощением, в которых мы упражнялись, подводят нас к сущностной любви. И в особенности, когда мы просто покоимся в состоянии умиротворенности и спокойствия, или в единстве умиротворенности, спокойствия и земных качеств, если использовать те шаги, которые нам предложил Тулку Танду Припача, или когда мы покоимся в просторности на основе неподвижности и безмолвия. В эти моменты мы можем ощутить некую форму тепла, наполненности, искры тихой радости. И это как раз проявление этой самой сущностной любви. Но мы можем учиться активировать ее, или понемногу ее ловить, разными вспомогательными способами. Собственно, их мы вчера кратко также перечислили. Кому-то в этом помогают практики медленного осознанного дыхания. И по моему опыту, даже базовая медитация на дыхании во всем теле, медитация на том, что мне нравится описывать, как тактильные волны, прокатывающиеся по телу в процессе дыхания, это, по сути, один из методов иногда соприкоснуться с этой тихой радостью. Безусловно, в этом есть также и глубокая внутренняя логика, связанная с тем, что, собственно, сам Будда описывал некоторые преимущества практик осознанного дыхания, практик сосредоточения на дыхании, как проявление разных видов радости и благополучия, так называемых состояний суха и прити. Но это лишь один из методов. Некоторые люди находят возможность соприкоснуться с этой тихой радостью с помощью музыки, слушания музыки или, на самом деле, исполнения музыки. Поэтому пение, способность петь и необязательно какие-то высокодуховные песни может соединить нас с этим переживанием. Некоторые, может быть, помнят, что у тибетцев есть популярная народная песня, в которой говорится «Лучше с чистым сердцем петь песни, чем с дурным сердцем, с дурным состоянием ума повторять мантрой». Но зачем петь песни, да, и почему здесь речь идет о каком-то благотворном состоянии сердца, о добром сердце? Потому что как раз пение, в котором мы выражаем само состояние добросердечия, соединяет нас с сущностной любовью. Некоторые люди соприкасаются с сущностной любовью с помощью практик движения, осознанного движения, юргического движения, движения в контексте традиционных систем или в контексте современных двигательных практик, включая разные виды танцев и так далее. Но также можно научиться замечать сущностную любовь, противопоставляя ее тому, что по сути, по природе ей противоположно. И как мы вчера обсудили, это противоположность сущностной любви, это состояние опустошенности и своего рода вампироподобное состояние внутреннего голода, внутренней жажды, в котором мы просто пытаемся заполнить какую-то гулкую внутреннюю пустоту. Вот на контрасте с этой гулкой внутренней пустотой и вытекающими из нее вампирскими настроениями мы можем научиться ловить эти искры. И, по сути, наша задача после этого состоит в том, чтобы соприкасаться с ними, а затем позволить выраженной любви в разных ее формах проявиться из этой любви сущностной. Мы в этом, собственно, и будем упражняться все оставшееся время. Все практики, которые мы далее начнем выполнять, в некотором смысле относятся к одной общей категории. Это термин, который использует сообщество духовных друзей и учеников знаменитого западного мастера, которого звали Рам Дас, Ричард Альперт, одного из основоположников психоделической революции, но также одного из людей, которые сделали очень много для того, чтобы привнести практики буддизма и индуизма в западное, условно-западное культурное пространство. Сообщество людей, которые сотрудничают, сотрудничали с Рам Дасом до его смерти и продолжают сейчас трудиться над различными благотворительными проектами, которые он основал, иногда называют все эти практики, которыми мы будем себя посвящать, йогами сердечности. То есть это разные йогические практики, посвященные раскрытию качеств сердца, развитию качеств сердца. Йога of heartfulness, так это на английском звучит, и этот термин мне очень нравится, потому что он, с одной стороны, показывает, что перед нами действительно разные практики, относящиеся к йогическому мастерству. И опять же, не просто потому, что это сказали какие-то непонятные белобородые люди из какого-то заокраинного западного культурного пространства. Нет, практики, с которыми мы будем соприкасаться, описываются в буддийской традиции и также описываются в, например, традиции классической йоги, потому что некоторые из качеств, в которых мы будем упражняться, прописаны в йога-сутрах, как те вещи, которые необходимо развивать или полезно развивать на пути. Так что, с одной стороны, перед нами йогические практики, имеющие древнее происхождение, с другой стороны, перед нами именно йогические практики, потому что мы будем разными способами направлять энергию тела, речи и ума. С другой стороны, все, что мы будем делать, имеет отношение к качествам сердца. Конечно, как многие знают, в тибетском и индийском культурном пространстве отсутствует свойственное западной культуре странное шизофреническое разделение на сердце и ум. Понятия читта на санскрите, сэм на тибетском, но также ло на тибетском, йи на тибетском, туг — это уважительный термин для обозначения ума Буд, например. Все эти понятия могут также переводиться как сердце, не обязательно просто как ум. Собственно, хотя термин туг буквально означает ум, ум, и под ним обычно подразумевается ум Будды или ум реализованных учителей или ум каких-то святых существ, очень часто этот термин переводят так же, как сердце. И, например, когда речь идет о циклах учений под названием тугтиг, то есть сердечная капля, сердечная бинду, это те самые капли, про которые мы вчера говорили, да, сущностные элементы. Никто никогда это не переводит как умственная капля, потому что это сердечная капля, капля, относящаяся к самому сокровенному в нашем существе. В этом смысле йоги сердечности также связаны с умом, да, но с умом не в смысле какой-то интеллектуальной активности, а наоборот, в плане самых глубинных, самых сущностных, самых сокровенных аспектов нашего ума, потому что именно в них мы находим сущностную любовь, а затем из нее начинают разрастаться разные виды любви выраженной, в которых мы и будем упражняться. Между тем, мы, однако, еще раз выполним практику, в которой мы проходим через три пилюли, как это называет Энзен Вангел Римпоче, а затем, остановившись на пилюле просторности или на переживании просторности, позволяем себе заметить тот уровень сущностной любви, который нам сейчас доступен. Каким бы он ни был, никакой проблемы. Как раз в некоторых случаях именно желание что-то там специально захватить, ухватить, схватить, поймать, выявить, выдавить из себя мешает переживанию тихих искр радости. Как мы понимаем, тихие искры радости, да, или тихое переживание радости. Переживание тихой радости противоположно, в том числе и психопрактическому голоду, в котором мы пытаемся из себя выдавить какие-то специальные изощренные состояния. Чем больше мы пытаемся что-то специально изощренное выдавить, тем, может быть, мы дальше уходим не совсем туда, где должны быть. В то время как раскрепощение в естественности, открытости, в тихой радости текущего мгновения как раз подводит нас к тому, что мы здесь и ищем. И вот в этом мы сейчас поупражняемся, так сказать, в самом расслабленном и раскрепощенном ключе. На расслабоне, как сказали бы некоторые, да, без каких-то ожиданий чего-то особенного. Мы просто пройдем по нужным шагам, и это уже успех. Пройти по шагам, выполнить практику, не вскочить в середине практики, не убежать куда-то, не закрыть, не знаю, крышку ноутбука, не выключить девайс, а просто дойти от начала практики до ее конца, это уже успех, это уже создание благотворных отпечатков, это уже укрепление нужных нам привычек, уже выявление некоторых аспектов нашей глубинной природы. В чем мы поупражняемся сейчас, так что, как обычно, при желании мы можем немного размяться, подготовиться к медитации физически, и затем, после этого мы вместе начнем саму практику. Продолжение следует... Начинаем медитацию, мы принимаем комфортное и статичное положение тела, позволяем дыханию двигаться естественным образом, без контроля с нашей стороны. и начинаем наблюдать за переживаниями тела. Вначале замечаем общий спектр тактильных переживаний. А затем распознаем в теле. переживания умиротворенности и спокойствия. Замечаем их в пространстве головы. Замечаем их в пространстве головы. Снимаем их в пространстве головы. Продолжение следует... В пространстве торса. В руках. В нижней части тела. В области стоп и пальцев ног. В нижней части тела. Затем, заметив контакт между телом и элементом земли, заметив качество элемента земли, мы позволяем этим качествам начать распространяться по нашему телу. В начале энергия земли или качество земли заполняют наши ноги. Затем пространство торса. Плечи. Руки вплоть до кончиков пальцев. И, наконец, голову. На основе этого предварительного упражнения нам, может быть, становится чуть проще распознать базовую основополагающую. Незыблемую неподвижность тела. Неподвижность, сокрытую за всеми видами движения, за всеми видами напряжения, за всеми видами усилий, относящихся к телу. И мы соприкасаемся с этой неподвижностью своим осознаванием. По сути, объединяясь с ним, являемся неподвижностью или неподвижными и осознаем неподвижность. По сути, объединяясь с ним, являемся неподвижностью. Экстерство. Экстерство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Осознаем безмолвие и покоимся в нем своим осознаванием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внимая этой просторности, вслушиваясь в нее всем существом, мы начинаем все больше и больше ее переживать и осознавать. И в этом процессе можем заметить, что это не просто пустота, не просто отсутствие мысли, не просто зазор между мыслями. Это также и переживание полноты, или, как это иногда описывается, тепла. Тихой любящей радости, которая проявляется именно потому, что ум замечает собственную просторную природу. Продолжение следует... Покоясь в этой просторности, мы можем заметить присутствующий в ней, содержащийся в ней тихий оттенок радости. Некий базовый уровень благополучности, не зависящий от каких-либо внешних раздражителей. И противоположный чувству внутреннего голода, внутренней опустошенности. Продолжение следует... Если в этот момент мы переживаем некую базовую удовлетворенность, некое базовое чувство благополучности, мы уже находимся в контакте со своей сущностной любовью. От этого переживания мы переходим к наблюдению за ощущениями тела. за тактильными ощущениями, которые помогают нам вернуться к телу и заземлиться. Затем мы привносим в тело элемент движения, шевелим пальцами рук, раскачиваемся из стороны в сторону, постепенно открываем глаза, если они были закрыты. След, зачем мы медленно завершаем практику и возвращаемся вниманием к тому, что нас окружает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Одна из причин, в силу которых мы вначале упражняемся в этих практиках, именно в этих практиках, да, в практиках, связанных с глубинным отдыхом или отдохновением даже, и в практиках раскрепощения, просторности, открытости, ясности. Одна из причин, в силу которых мы всему этому себя посвящаем, состоит не в том, чтобы отлететь, не в том, чтобы уйти в крайность, в которой мы только и говорим о том, какие мы просторные и ясные, и при этом полностью начинаем игнорировать условную реальность, да. То есть у нас ни в коем случае нет задачи улететь в космос. Почему? В том числе потому, что в целом общая логика буддийской тренировки ма во всяком случае и других подлинных систем, с которыми мне довелось соприкоснуться через подлинных носителей этих систем. Общая логика состоит в том, чтобы не оторваться от реальности, в которой мы находимся, а преобразить свое понимание этой реальности, не уходя в то, что Джон Уэллвуд называл духовным перепрыгом, да, или духовным избеганием. Джон Уэллвуд, помимо прочего, сам был учеником Цокни-Лимпача и его другом. И он как раз говорил нам о необходимости не игнорировать очень конкретные реальные, эмоциональные, психофизические, умственные, а затем социально-экономические и так далее проблемы, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни. Если мы только и будем думать про то, какое все просторно, и при этом полностью забудем о том, что нам, в общем-то, нужно поработать над своим поведением, над своими эмоциональными привычками, над своим пониманием реальности, над своими воззрениями в вопросах этики и чего только не. Если мы перескочим все эти вопросы, случится как раз это самое духовное избегание. Мы будем духовно богаты личностью, которая всем рассказывает про пустоту, про ясность, про чакры, про что угодно еще, про все, всякое разное околодуховное, но не пытается при этом преобразить всяким разным духовным самый базовый уровень своей активности, тот самый, на котором происходит коммуникация, на котором проявляются эмоции, на котором мы имеем дело со своими травмами, на котором мы имеем дело с историческими событиями, которые мы все переживаем. Вот не избежать всего этого, а через это пройти и все это изнутри преобразить, как раз та логика, над которой мы работаем. Тогда зачем же мы всю эту просторность тут вообще упоминаем? Потому что если мы все-таки соприкоснемся на каком-то уровне с этим уровнем, где для нас открывается метапозиция, где у нас появляется возможность посмотреть на свои воззрения, свои привычки, свои настрои, свои убеждения, на себя как чувствующее существо и с точки гораздо большей просторности, если мы со всем этим соприкоснемся, нам будет гораздо проще зародить доброжелательность к себе, потому что доброжелательность к себе будет в нашем случае, в контексте нашей практики возникать, и затем доброжелательность к другим, будет возникать в контексте обширного видения реальности. Если же мы пытаемся породить доброжелательность к себе, но мы при этом очень прочно заперты в своем ограниченном чувстве идентичности, в своем ограниченном чувстве самости, или как это иногда переводят в своей «я» концепции, получится очень затруднительный процесс, где наше маленькое ограниченное «я», нарисованное нашим умом, пытается развить доброжелательность к нашему маленькому ограниченному «я», нарисованному нашим умом. Мы будем пытаться опереться на те очень ограниченные ресурсы, которые мы этому «я», рисуя его умом, дали. Но эти ресурсы действительно очень ограничены, а кроме того, помимо того, что ограничены ресурсы, весьма низкокачественным покажется нам и сам объект доброжелательности, что мне вот это вот маленькое ограниченное «я» нужно, значит, полюбить, ему нужно сострадать, ему нужно желать счастья, но оно какое-то же убогое. И действительно, оно может быть убогое, если так получилось в силу обуславливающего влияние среды и того, что мы сами о себе думаем. Может быть, действительно у нас весьма и весьма низкие представления о себе. И, как мы понимаем, здесь можно одновременно иметь крайне низкие представления, крайне низкокачественные, крайне нерадужные представления о себе можно иметь. И при этом страдать, в том числе, даже от расстройств, относящихся к спектру нарциссистических и даже антисоциальных расстройств. Почему? Потому что как раз в силу того, что мы на глубоком уровне считаем себя ужасно убогими, незаслуживающими любви, такими стрёмными, что нужно скрывать нашу подлинную природу, в силу этого как раз мы начинаем конструировать разные фасады, за которыми мы прячем это свое крайне уязвимое «я». Но поскольку стратегия по умолчанию на самом деле некорректная, она не может привести нас к подлинному счастью и благополучию, в результате получается то, что получается, когда разворачиваются все эти схемы, вредящие и нам самим, и другим людям. Здесь же оказывается, что можно на минуточку даже остановить, отложить вопрос про то, какое оно, это наше самое «я». К этому вопросу мы, разумеется, сейчас перейдем через какое-то время, но пока даже этот вопрос можно остановить, отложить в сторону, и вместо этого посмотреть на то, что сокрыто под этим временным приходящим «я», с которым мы в этой конкретной жизни живем. Что сокрыто под этим временным приходящим «я»? Что ж, по мысли из изрицателей буддийской традиции, и в частности традиции великого совершенства, и свои сходные идеи есть на эту тему и у представителей традиции великой печати или махамудры, и во многих других системах. Но в особенности по мысли представителей традиции великого совершенства под этим маленьким, ограниченным, кристаллизованным, кристаллизовавшимся в этой форме «я» закрыты более глубокие уровни. Обусловленный уровень, наш тонкий ум, которому свойственны качества бесконцептуальности, ясности и блаженства, и необусловленный ум, также известный как исконное осознавание, которому присуще качество ясности, пустотности и всепронизывающего сострадания, а также все остальные благие качества. Собственно, этому и посвящен упомянутый нами вчера текст Ратна Готра Випхага или Утара Тантра, сочинение, которое приписывается Майтрее, и в котором крайне подробно описывается это наша самая основополагающая благость, или так называемая природа Будды. Разумеется, этот текст интерпретируется разными способами, но традиция великого совершенства и разные философы, которые с ней были исторически ассоциированы, читали текст у Таратантры довольно буквально, гораздо более буквально, чем, например, представители галупинской традиции, которые в целом придерживаются подхода развития. Если читать текст буквально, то оказывается, что на этом глубочайшем уровне уже сокрыты все виды благих качеств, нам просто нужно к ним подключиться. Стало быть, да, мы еще не вернулись к вопросу о нашем маленьком Я и о том, как его полюбить, да, и с чего с ним дальше делать, но мы знаем, есть вот этот более глубокий уровень, поскольку он присущ и мне, и всем остальным существам. С одной стороны, имень и Я, и все существа заслуживаем, счастье, любви, сострадания, уважения и так далее на базовом, общечеловеческом, общесуществом, общем для всех существ уровне. Это одна сторона. То, что мы все заслуживаем, счастье, любящий доброты, сострадания и так далее. Другая сторона состоит в том, что раз уж у меня есть этот уровень, значит, у меня есть безграничный ресурс любящей доброты. Он не всегда мне доступен, или, может быть, сейчас он мне почти недоступен, потому что я не знаю, как туда копнуть. Но если я узнаю, как туда копнуть, я копну туда, и оттуда забьет этот источник любящей доброты. То есть я не пытаюсь выжать из песка воду, не пытаюсь, или, как в тибетской аналогии говорится, не пытаюсь выжать из песка масла, потому что сколько песок не жамкой, песочное масло из него не проявится. Но мы как раз не песок. Оказывается, у нас есть эта природа, из которой можно выжать сколько угодно любящей доброты. И вот в этом контексте, когда мы видим, что в просторности содержится безграничный потенциал сущностной любви, и просто нужно эту сущностную любовь искусным образом направить, мы понимаем так. Ну, может быть, у меня есть ресурс на то, чтобы развить доброжелательность к себе, действительно развить ее, и затем к другим. Каким бы ни было это мое условное «я», и это как раз тема, над которой еще предстоит поработать, которой предстоит нам более глубоко рассмотреть, в которой еще нужно поиграть с шрифтами, каким бы это «я» ни было, по крайней мере, я знаю, что у меня есть ресурс, потенциал, вот эта глубокая природа, на основе которой я затем могу к этому условному «я» обратить какую-то доброжелательность. Как же эту доброжелательность, собственно, обратить на это самое «я»? Таков следующий шаг в переходе от сущностной любви к любви выраженной. Мы могли бы сразу, опять же, обратиться к практикам любящей доброты как таковой, сострадания как такового, сопереживающей радости и равностности, то есть сразу начать взращивать четыре безмерных настроя. Но, как я сказал, при желании мы могли бы и вообще сразу просто начать заниматься любящей добротой, не делая ничего из того, что мы успели до сих пор сделать. Однако, в этот раз мы не ищем простых путей, мы выстраиваем сначала прочный, мощный фундамент для того, чтобы, когда любящая доброта в конце концов начнет присутствовать в наших сессиях практики, она стала подлинно мощной. И здесь есть еще один элемент, которого недостает между сущностной любовью и любящей добротой. Этот элемент описывается, по моим наблюдениям, в основном только в индо-тибетской традиции. Я не встречал пока упоминаний этого состояния в источниках других ветвей буддизма. Это не значит, что этих упоминаний нет. Мне просто пока не довелось их встретить. В любом случае, логика, скорее всего, присутствует, но не всегда есть соответствующий терминологический аппарат. В тибетском языке этот терминологический аппарат есть. Он также есть в том, что мы обобщенно называем индуизмом, в общей индуистской системе различных линий практики. Но в эту сторону я не буду углубляться, потому что это не моя основная сфера экспертизы. С индо-тибетской традицией я бы хотя бы немного знаком. И вот в ней есть терминологический аппарат для того, чтобы обозначить следующее состояние, над которым мы поработаем после сущностной любви. Можно сказать, что это следующее состояние является первым выражением или первым проявлением выраженной любви, express love, как это называют в своей последней книге Цокни Римпачей и Даниэл Голман. Это первое выражение сущностной любви до того, как мы затем разовьем ее, превратим ее, кристаллизуем ее в такие формы, как любящая доброта, сострадание и все такое прочее. И вот этот первый промежуточный уровень между любящей добротой как таковой и сущностной любовью на тибетском обычно называется очень простым словом «цело», что буквально может переводиться как «любовь», нежность, приязнь, сердечное тепло. В англоязычном контексте используются такие термины, как affection, love, tenderness и многие другие. Это термин, который несколько сложно перевести, потому что цело — это, по сути, слово, которым любовь в тибетском языке обозначается и просто на будничном уровне, как, например, когда мы говорим «О, это человек любящий», и когда речь идет о каких-то технических умственных состояниях в контексте буддийской или боннской психопрактики. Мы в данном случае говорим о весьма техническом на самом деле состоянии. Что это за состояние? Что такое целое? И вот те, что лама чаще всего называет это состояние заботой или небезразличием. Он использует термин «caring». Но это не забота, как акт заботы, не «care», как, собственно, разные способы позаботиться о ком-то. Не забота, как конкретные действия, в рамках которых мы кого-то кормим, кого-то одеваем, кому-то даем кровь, кого-то спасаем и так далее. Не эта забота. И не та забота, например, о себе, в рамках которой мы, с одной стороны, пытаемся удовлетворить свои гидонические нужды, с другой стороны, заботимся о своих демоний. Это не забота, как акт, как действие. Это настрой или отношение, в рамках которого нам небезразличны чувствующие существа. Мы ощущаем по отношению к существам сердечное тепло. Мой собственный любимый перевод этого понятия звучит как нежность, tenderness, и, собственно, этим термином я и буду пользоваться все оставшееся время. Итак, в данном случае тибетское понятие звучит как цело, а на русском мы будем называть его нежность. В чем оно состоит? Это еще не любящая доброта, это еще не сострадание, это еще не сопереживающая радость, это еще не равностность, это также не романтическая любовь, которая желает обладать каким-то человеком или держаться поблизости от него. Это также не пхакти, не преданная любовь, обращенная к объекту нашего почитания. Пхакти — это, разумеется, термин, используемый в индуистской традиции, в буддийской традиции есть свои аналоги, но они не обозначаются термином пхакти. Так вот, целва не имеет отношения, то есть имеет отношения ко всем этим вещам, но она еще не превратилась в них всех. Опять же, это своего рода стволовая клетка выраженной любви. В чем она состоит? Просто в базовом уровне тепла и небезразличия по отношению к существу, на которое направлено наше внимание. Итак, просто чтобы еще раз это описать, целва или нежность в данном случае подразумевает сердечное тепло и небезразличие применительно к существу, на которое мы направляем свое внимание. В некотором смысле, как и в случае с сущностной любовью, основной способ научиться запускать состояние целого, упражняться в нем, проявлять его, основная практика, связанная с состоянием этой самой нежности, состоит в том, чтобы пережить его напрямую или различить его в сфере своего опыта, а затем к нему снова и снова возвращаться. В этом смысле мы, собственно, в йогах сердечности применяем ту же логику, которая в системе Дзакчен используется далее для работы с подлинной природой нашего ума. Те, кто знакомы с системой великого совершенства, знают, что в ней на продвинутых этапах, когда мы выполнили большой объем подготовки, существенно проработали свои тела речи, накопили мощные уровни благого потенциала в своем уме, устранили много препятствий внутри, устранили множество неблаготворных когнитивных привычек. Когда всю эту предварительную работу мы сделали, квалифицированный учитель, учитель высочайшей квалификации, указывает нам на определенный аспект нашего опыта. Этот аспект и есть глубинная природа нашего ума. И дальше мы начинаем упражняться в этом распознавании. Это как бы в некотором смысле сущность или сердце Дзакченовского пути. Здесь в некотором смысле по аналогии, хотя мы говорим о чем-то гораздо более базовом, гораздо более приземленном и по сути будничном, нам нужно распознать в сфере нашего собственного опыта некое состояние нежности. И когда мы его распознаем, нужно снова и снова к нему возвращаться. К счастью, в отличие от глубинной природы нашего ума, нежность — это совершенно будничное состояние, и нам здесь не нужно, чтобы кто-то нас собирал на какой-то специальный сатсанг и затем совершал какие-то загадочные энергетические или психологические или какие угодно духовные действия, в результате чего мы испытывали бы какое-то специальное особое умственное состояние. Конечно, в некоторых случаях, находясь в присутствии квалифицированного мастера психопрактики, например, квалифицированной йогини, такой как Дипа Мапра, которую мы вчера вспоминали, мы можем ощутить это состояние нежности спонтанно, прочувствовать его более глубоко, чем оно нам доступно на уровне будничной жизни. Но у нас не у всех есть возможность слетать в прошлое и встретиться с Дипома или сейчас, не знаю, отправиться в Аризону и повидаться с горчаном Римпачей или встретить кого-то другого из числа мастеров, содержащих, обладающих этим качеством. К счастью, нежностью обладают отнюдь не только они. Да, подлинные мастера психопрактики но на будничном уровне она почти всем нам знакома в той или меньшей степени. К счастью, для многих из нас катализатором этой самой нежности являются моменты, в рамках которых что-то вызывает у нас умиление и сердечное тепло. И довольно часто в медитациях, посвященных нежности, мне нравится использовать напоминания о котятах, щенках и младенцах. Но если вам нравятся маленькие хорьки или детеныши панд или маленькие лисички или что-то еще, то, конечно, можно использовать эту аналогию. Но в рамках самой медитации я просто потому что переговаривать этот живот озвучивать, описывать весь этот зоопарк невозможно, я буду упоминать котят, щенков и младенцев. В зависимости от того, что нам ближе, один из этих трех образов или любой другой, который мы сами можем добавить, может вызвать у нас более мощное ощущение нежности и сердечного тепла. Но что, по сути, здесь мы пытаемся ощутить, прочувствовать, вернуть в сферу своего опыта временно, то ощущение тепла и заботы, которые мы почувствовали бы, если бы нам в наших ладонях оказалось то из этих существ, которые вызывают у нас наибольшую нежность. Кто-то любит котят, например, и вот вам в ладони вложили новорожденного котенка. Если вы действительно ощущаете нежности и свободы от каких-то по сути антисоциальных, то есть психопатических или социопатических склонностей, вы больше всего на свете захотите не навредить этому котенку, а наоборот его обогреть, согреть его своим сердечным теплом, протранслировать для него чувство безопасности, защищенности, заботы, тепла, любви. Вот об этом мы и говорим, вот в этом спонтанном чувстве, которое возникает. Оно уже является выраженным по сравнению с сущностной любовью, потому что сущностная любовь присутствует даже когда нет никакого объекта. Поскольку теперь появляется котенок или щенок, а потом появляемся мы сами, мы на себя затем распространим эту нежность, мы здесь как раз уже говорим о выраженной любви. И прямо сейчас в последние четыре минуты этой сессии мы выполним это упражнение не как формальную медитацию, а просто как акт воображения, поэтому сейчас нет необходимости применять, принимать все непременно какую-то специальную позу, можно просто сесть поудобнее или лечь поудобнее, если вы лежали все это время, при желании закрыть глаза, чтобы ничего не отвлекало нас, если, конечно, опять же мы не заснем, немного расслабиться, позволяя себе подышать естественным образом. И затем представить, что у нас в руках действительно оказывается существо, вызывающее у нас мощное переживание нежности. Может быть, это котенок, новорожденный щенок, может быть, это младенец, может быть, это кто-то из нашего окружения в реальной жизни, наши дети или кто-то еще, вызывающий у нас глубокое сердечное тепло. Нежность и желание защитить, позаботиться и обогреть. Представляю, что мы, по сути, держим это существо в руках, мы позволяем себе ощутить прилив нежности, не без различия, заботы. наша сущностная любовь проявляется в этой форме, в форме нежности. Из сущностной любви проявляется первая форма любви выраженной, поток нежности, в котором мы удерживаем это воображаемое существо. Затем мы отпускаем эти образы, возвращаемся к телу, пробуждаем тело. и завершаем это упражнение. То, в какой степени нам удается или не удается прочувствовать хотя бы некий базовый уровень нежности, зависит от ряда факторов, но во многом многие из этих факторов можно собственно свести к отсутствию или присутствию контакта с сущностной любовью. Иногда мы теряем этот контакт, иногда он теряется под слоем конкретных проблем, как мы вчера упоминали. Помимо прочего, Цокни Римпачи упоминает такие скрывающие сущностную любовь завесы, как устойчивая депрессия или мощная депрессия, расстройство тревожности, выгорание. И если мы все еще находимся в по сути острой фазе выгорания, например, то нам может быть сложно словить сущностную любовь, а потому словить и нежность и тому подобное. Так что возможны подобные затруднения, над ними мы работаем откатываясь назад. Что делать, если сущностной любви сейчас как будто бы нет? По сути, она есть, но у нас потерялся с ней контакт. Мы откатываемся назад, к глубинному отдыху. Помните, мы обсуждали, как многое можно сделать с помощью практики трех пилюль. Можно упражняться в ней дома в качестве медитации и это поможет нам решить многие задачи. Можно применять ее как своего рода терапевтический метод. И в контексте курса про медитацию для внутренней устойчивости мы обсуждали тему работы с так называемыми внутренними узлами с помощью практики трех пилюль и с помощью другого метода, который Цокни Римпача называет методом рукопожатия. Мы много-много встреч посвятили вот этим вещам. Так что можно откатиться туда, с этим поработать. Иногда можно просто откатиться еще дальше до просто отдыха. До отдыха, в рамках которого мы соприкасаемся с умиротворенностью, спокойствием, с качествами земли и работаем с этим не пять минут, не десять, не пятнадцать, а накапливаем по сути часы этих практик так, чтобы вдохновение проникло в нас настолько глубоко, чтобы что-то запустилось. Помимо прочего, мы можем использовать все другие вспомогательные техники, которые мы упомянули, как помогающие нам вернуть контакт с сущностной любовью. И мы также можем использовать практику, в которой мы объединяем контакт с природой с практикой трех пилюль. Мы можем объединить, выполнять практику трех пилюль, когда мы находимся в разных видах природного окружения. Про это мы вчера более-менее подробно также побеседовали, приводя пример. Все это может помочь нам вновь соприкоснуться с сущностной любовью. Но после перерыва мы еще об этом поговорим. А в свою очередь сущностная любовь поможет нам запустить хотя бы минимальный поток нежности. Сначала применительно к воображаемому котенку, но затем применительно к уже конкретным существам. Собственно, с этого момента и начинается активная тренировка в йогах сердечности в том, что касается выраженной любви. Мы начнем с того, что поначалу будем распространять нежность на себя, затем поработаем над собой или над своим отношением к себе с помощью последующих практик, принадлежащих категориям четырехизмерных. И затем уже сможем начать также распространять все это и на других. Благодаря этому наши йоги сердечности становятся по-настоящему простроенными. Мы выстраиваем этот фундамент, накапливаем практики, относящиеся к этим базовым кирпичикам. В результате получаем более мощный результат, чем если бы мы просто пришли на первую попавшуюся практику любящей доброты и сразу начали сидеть и в ней думать. Пусть все существа будут счастливы, пусть все существа обладают счастьем, причинами счастья. Да, для кого-то в наилучшие моменты эта практика уже заработает. И она в любом случае всегда полезна, потому что она оставляет в нашем уме благотворные отпечатки. Но она станет более прочувствованной и более мощной, когда мы простроим ее фундамент. И вот этим мы до сих пор и занимались и продолжим заниматься в следующей сессии, где мы углубим свои размышления, посвященные нежности и занимаемся практикой, которая с нежностью связана. Так что удачного перерыва. Пусть нежность сейчас проявится как забота о наших нуждах, а через час мы встретимся для того, чтобы еще вместе попрактиковать. Спасибо.